Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и его благословения, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас всех на Всероссийском совещании, которое в этом году проводится во второй раз в столице Российского государства. Первое Всероссийское мусульманское совещание проходило в марте 2011 года и был посвящен теме «Россия – наш общий дом». В этом году мы посвящаем наше совещание теме, которая крайне актуальна для нашего российского общества и для нашей многонациональной, многорелигиозной страны. Мусульмане России и гражданское общество. Мы все понимаем, нам необходим гражданский мир, межнациональное и межрелигиозное согласие. Без мира и согласия между народами и между религиями не может быть и развития государства, и мира в стране. Те исторические традиции, которые были заложены нашими отцами и дедами многие века тому назад, они дают нам сегодня право говорить о том, что мы коренные граждане своего Отечества, мы всегда жили в мире и в согласии, мы вместе строили наше будущее, и сегодня должны также думать о будущем поколении, о будущем нашей страны. И вы услышите выступления, доклады наших участников Всероссийского совещания, которые будут говорить о тех традициях, которые были заложены, о том видении мусульман, как мы должны жить. Мы ведем очень серьезную подготовку по созданию Совета Муфтиев СНГ. Все стороны, которые хотят участвовать в деятельности Совета Муфтиев СНГ, изучили документы, которые подготовлены Советом Муфтиев России и предложены духовным управлением мусульман, стран Содружества Независимых Государств, получены одобрения, предложения. Сейчас мы думаем о том, какие рабочие органы должны быть у Совета Муфтиев СНГ, и в каких столицах, в каких государствах должны работать рабочие органы. Поэтому мы не торопим события. Все задуманные наши действия, они идут по своей очереди. Сейчас необходимо строительство мечетей в таких регионах, как Приморский край, город Владивасу, Краснодарский край, город Сочи, Тамбовская область, город Тамбов и, безусловно, в центральных областях Российской Федерации, где мусульманские религиозные организации действуют многие годы, обращаются в течение многих лет за выделением земельного учреждения, но, к сожалению, понимание органов власти пока не надо.